Здравствуйте! Сегодня я расскажу вам два способа получения данных для анализа из Google Analytics в Google BigQuery. Первым мы рассмотрим простой способ через встроенный коннектор связь в BigQuery. Внимание, данный способ работает только для ресурсов Google Analytics 4. Первым этапом мы должны убедиться, что пользователь с ролью не ниже редактора в Google Analytics 4 также имеет как минимум роли в BigQuery Data Editor, BigQuery Job User и Эдитер в Google Cloud Platform. Для этого перейдем в раздел «Администратор» в нижнем левом углу и перейдем в раздел «Ресурс». Выберем пункт «Управление доступом к ресурсу». Посмотрим, кто с ролью не ниже редактор. В нашем случае здесь единственная роль администратор. Ну, соответственно, она включает в себя роль редактора. Теперь перейдем в Google Cloud Platform и в навигационном меню в верхнем левом углу выберем «AM & Admin» пункт «AM». Здесь мы видим, что аккаунт из Google Analytics представлен с ролью Олдена, владелец. Она выше по значимости, а значит все в порядке. Мы можем подключить Google Analytics версии 4 к BigQuery. Для этого в том же разделе «Ресурс» в Google Analytics выберем пункт «Связь в BigQuery». Чтобы создать связь, необходимо нажать кнопку «Связать». Откроется мастер настройки, который по шагам проведет вас. Нажмите на «Выбрать проект в BigQuery», чтобы отобразить список проектов, доступных вам. Информация о вашем проекте имеется на домашней странице Google Cloud Platform. Вот здесь. Если у вас есть несколько проектов Google Cloud Platform, выберите необходимый. Далее выберите регион размещения данных Google Cloud Platform. Обычно выбирают ближайшие и для России это европейский. Далее в «Настройте параметры» доступно несколько опций. Можно указать, какие потоки используются для выгрузки данных. По умолчанию выбраны все, которые вы создали. Если нужно изменить, нажмите «Переименовать». В списке оставьте активными только те, которые вам необходимы. Нажмите «Продолжить». В нашем случае потоков нет, поэтому переходим ниже. В блоке «Чистота» есть два варианта выгрузки данных. Первый – ежедневно, когда выгрузка данных производится один раз в день за период после последней выгрузки. Второй вариант – это «Потоковая передача», когда выгрузка производится в режиме реального времени. За нее взимается дополнительная плата, поэтому она доступна только если добавим платежный аккаунт. Далее нам предлагают подтвердить выбранные опции. В случае успешного выполнения всех процедур, справа от наименования проекта появляется надпись «Связь создана». Если все сделано правильно, в BigQuery появится датасет Analytics с номером представления и таблицей Events, в которые будут ежедневно подгружаться новые данные. Если же у вас Google Analytics версии Universal и у вас нет кнопки «Связать с BigQuery», не отчаивайтесь. Есть второй способ передачи данных из Google Analytics в BigQuery. Он сложнее первого способа и потребует от вас немного навыков программирования и в работе с командной строкой. Для реализации данного способа мы будем использовать API сервиса Google Analytics Reports и Dataflow API в Google Cloud Platform, сервисный аккаунт, скрипт на языке Python и Cloud Shell для его запуска в Google Cloud Platform. Ссылка на скрипт в описании к видео. Начнем с активации API сервисов. Их можно найти по названию строки поиска вверху. Допустим, введем «Google Analytics Reports API». Переходим и активируем его нажатием «Enable» здесь. Плата за использование API не взымается. При отсутствии необходимости в связке данного проекта с Google Analytics, этот API можно также легко выключить нажатием на «Disable API» вверху с подтверждением своих действий. Затем мы также активируем «DataFlow API». Вводим вверху «DataFlow API». Переходим и активируем его нажатием на «Enable». Также, как и в предыдущий раз, плата за использование API не будет взыматься. При отсутствии необходимости в связке данного проекта с Google Analytics, это API также легко можно выключить. Далее нам понадобится сервисный аккаунт. Чтобы его создать, переходим по навигационному меню к «Enable Admin» и выбираем пункт «Service Accounts». Здесь уже есть пара сервисных аккаунтов, но давайте создадим новый. Нажимаем «Create Service Accounts» и приступаем к заполнению необходимых данных. Первым мы пишем «Service Account Name». В нем мы сразу можем сделать отсылку на цели этого сервисного аккаунта. Например, «Get Gay to BQ». «Email сервисного аккаунта» заполняется автоматически по наименованию, но при необходимости его тоже можно изменить. Далее можем добавить описание. Это не обязательно, но удобно. Например, «This Service Accounts» происходит в сообщилках с管рица со lips, так и это не в порядке того, что увидим его карту. 然后 переходим к «進 Advanced Analyst 2» изため « map-conflicts» с «в川инами и партнером суть seu язык. Далее нажимаем Create and Continue, чтобы продолжить настройку сервисного аккаунта. Теперь мы можем выбрать необходимые роли. Как мы помним в начале, это BigQuery Data Editor, BigQuery Job User, и Editor. Дальнейшая настройка не понадобится, поэтому нажимаем Done. Нас вернули к начальному экрану Service Accounts. Теперь мы видим созданный нами сервисный аккаунт. Чтобы его использовать в API, нам нужен его Key. Зайдем в созданный аккаунт по email и перейдем на вкладку Case. Здесь нет ключей. Давайте его создадим. Add key. Create new key. Обычно используется ключ в формате JSON. Для наших целей это подходящий формат. Жмем Create. После этого на ваш компьютер загрузится файл формата JSON, который содержит ключ сервисного аккаунта. Помните, данный ключ является конфиденциальной информацией. Сообразным паролем к аккаунту. Не пересылайте его третьим лицам и храните в надежном месте. Теперь, как и говорил ранее, нам понадобится немного навыков программирования и работы с командной строкой. Запустим Cloud Shell и перейдем в оконный режим Open Editor. Здесь нам нужно создать исполнительный файл Python. Например, get get report .py. В него вставляем скрипт, скачанный по ссылке под описанием. И продолжаем править под свои параметры и нужды. Пойдем по порядку сверху вниз. Первым правим Project ID. Здесь вводим ID проекта Google Cloud Platform, в котором вы будете сохранять отчеты из Google Analytics и в котором мы сделали сервисный аккаунт. Bucket. Здесь вводим название корзины данных из Cloud Storage для временных файлов Dataflow. Далее мы правим keyfile. Сюда вставляется весь текст из полученного ключа с сервисного аккаунта. Можно заменить telecom, также меньше вероятность ошибки, но можно и подправить некоторые пункты, сравнивая глазками. Переходим к view ID. Здесь мы меняем нули на идентификатор представления из Google Аналитики. Аналог номера счетчика в Яндекс Метрика. Ну и напоследок необходимо указать путь к таблице, в которой будут сохраняться отчеты. Указываем датасет в BigQuery и таблицу. Есть небольшое примечание. Необходимо указать существующий датасет, но это не относится к таблице. Если таблица с указанным наименованием нет в датасете, то она будет создана. Если таблица есть, то новая информация будет добавлена к существующей. Данный питоновский скрипт выгружает только часть данных, 7 метрик, ввиду ограниченности метода API. Но перед загрузкой этих данных в BigQuery производится очистка и обогащение. Если есть навыки, то в принципе можете разобраться. Сохраняем файл. Теперь запустим получившийся скрипт. Введем в командной строке python3 и название сохраненного файла скрипта. В нашем случае. После того, как командная строка закончит обработку и остановится в ожидании следующей команды, перейдем по навигационному меню в Dataflow. Здесь мы видим наш конвейер. Dataflow будет его обрабатывать в течение 3 минут. Возможно больше, в зависимости от объема данных. Если он выполнен успешно, рядом появляется зеленая отметка. Вот такая. После того, как наш конвейер отработал, появилась зеленая отметка, переходим в BigQuery. В указанном вами датасете, появится таблица с запрошенными данными. На этом у меня все. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok